Если оставлять без внимания, если не лоббировать вопрос, постоянно его не поднимать, видимо, он решен не будет. По вот этому принципу. У нас есть данные исследования Всемирного банка, самое серьезное исследование с последнего времени, которое проводилось. Международная финансовая корпорация сделала это исследование. Согласно ему, на сегодняшний день у нас есть снижение определенное примерно на 200 миллионов. У нас данные по 2015 и 2014 годам. По сравнению с 2014 годом на 200 миллионов снижение притока прямых иностранных инвестиций. Сейчас 815. В каком-то году, в 2011 году было 850, и в 2013 году было 900. То есть, естественно, у нас с какими-то годами идет рост, а с какими-то годами? Мы выясняем, да? То есть, мы же работаем напрямую с инвесторами. Всемирный банк дает гарантии, что он через год, но у него там два раза. Ну, Всемирный банк гарантии не дает. Этот орган как помогает нашей республике, так может и оказывать сдерживающее воздействие, потому что у Всемирного банка и международной финансовой корпорации есть условия, правила, согласно которым, мы имеем валютный баланс вместе с МВФ, да? То есть, наше правительство определенные деньги должно через МВФ, и наш внешний долг формируется именно так. И для безопасности обслуживания внешнего долга они заинтересованы в определенного типа реформах, например, они заинтересованы, чтобы у нас не снижались налоги, например, да? Чтобы мы смогли оплачивать внешние долги. Поэтому, как бы, МВФ, оно может дать рекомендации, может предложить что-либо, может профинансировать какую-то экспертную группу для изменения или создания нового закона, но напрямую привлечь инвестиции он не может. Единственное, что косвенным образом отчеты МВФ могут влиять на приток инвестиций. Тогда, если позволите, наверное, уже можно начать. Да, давайте начнем. Позвольте тогда начать, позвольте заново представиться. Меня зовут Искендер Шаршеев, я председатель комитета по поддержке иностранного бизнеса при торгово-промышленной палате Крымской Республики. Мы ведем деятельность по помощи иностранным инвесторам, по защите их прав, по привлечению инвесторов в Крымскую Республику и помогаем им с процедурными моментами для того, чтобы стать инвестором. И на сегодняшний день, перед началом презентации, хотелось бы такой момент высказать. Любой иностранец, во-первых, крупный инвестор, это уже из факта, из живой работы, крупный инвестор в Крымстан не всегда заинтересован прийти. В большинстве случаев мы вели переговоры, научились выходить и общаться с крупными инвесторами. Они запрашивают данные о рынке, о размерах рынка, о количестве населения. Первое, что их волнует, самый часто встречающийся вопрос, нам нужен рынок, чтобы в одном городе как минимум 8 миллионов человек проживал. Мы говорим, что у нас 6 миллионов, и в самом большом городе миллион где-то проживает. Они отвечают, что тогда им это неинтересно, пока что. Потому что по их расчетам, чтобы получать возврат инвестиций, им нужно большое сплотное скопление населения. Потом следующий вопрос, который они задают, это какие преференции крупному бизнесу даст наше правительство. Мы говорим, что в каждом случае требуются определенные переговоры, определенные условия для проведения презентации инвестпроектов, утверждения. Но для всех инвесторов у нас в целом равные условия. Это тоже не устраивает большой бизнес, больших инвесторов. И они начинают приводить пример, что во Вьетнаме, в Камбодже сегодня очень большая мода – это Куба и Вьетнам в мире для крупных инвесторов. Там говорят, что, говорят они, даже в Китае, к ним относятся очень по-особенному, очень хорошо, большими привилегиями. Им дают бесплатно земельные участки, любое целевое назначение предлагают. При этом дарят архитектурные проекты, вот как в Грузии, например, было. Они подводят коммуникации бесплатно тоже и потом освобождают, дают налоговую каникулу от года, 5 лет до 15 лет. И говорят, если вы такие условия предоставите, я к вам приду, говорит. Но мы говорим, что такие условия у нас никогда в истории никому не предоставлялись. И они говорят, соответственно, что не заинтересованы прийти. А большинство инвесторов, у которых мы живы и работаем здесь, в Кыргызстане, это очень небольшие предприятия, у которых очень небольшой капитал. Они приезжают 20, 30, 50 тысяч долларов в кармане имеют. Ну, самые такие, можно сказать, в Кыргызстане средний инвестор 100 тысяч долларов приносит на рынок. Они работают, ну, чаще всего они заезжают… Кстати, есть достаточный процент инвесторов, которые занимают… Ну, как бы, такие люди, я бы не сказал их благонадежными, да, не назвал бы. Потому что они приезжают на развивающийся рынок, чтобы попытать счастье, да, и при этом не всегда использовать закон. Но те, кто использует закон со всеми органами взаимодействия государственными, они с очень небольшими суммами приезжают. И большинство причин – это либо им действительно интересен Кыргызстан, это очень маленький процент, а большинство по семейным обстоятельствам приезжает. Вот, как ни странно, но почти очень многие инвесторы имеют здесь мужей, жен, родственников и… В числа кыргызстан-национальности. Либо их притягивают родственники, осевшие здесь иностранцы, которые хотят найти для себя работу и, соответственно, привлекают своих родственников богатых, вложатся в рынок. У нас сегодняшний день, с самого первого дня независимости, самую большую активность, злобую активность проявляют турецкие инвесторы. И они действительно ввязались в наш рынок. И очень небольшой процент американских инвесторов, достаточный процент, получается, есть скрытые, которые не очень-то любят регистрироваться в государственных органах и работают через Кыргызстанских граждан. Это со Казахстана достаточное количество есть. И все вот эти маленькие и средние инвесторы очень сильно жалуются на следующее, то, что является предметом презентации. Еще раз повторюсь, что в презентации помогали составить Катиад, Эрзербек Маматулу и юристы Халикоэна Сашейст. Поэтому после презентации, позвольте, я передам слово им. Первое, как бы, не полностью показывает экран. Инвестиционная виза. У нас, как бы, сегодня все-таки в законодательстве, после изучения законодательства, мы приходим к выводу, чтобы получить инвестиционную визу и статус инвестора, все-таки нужно 500 тысяч долларов. И она дает право на инвестиционную визу на срок 5 лет. В законодательстве четко указано, что не более 5 лет. И так же самое с видом на жительство. Дается на 5 лет, не более 5 лет. И вот этот вопрос смущает, потому что встает вопрос, что делать через 5 лет. Либо надо вкладывать опять 500 тысяч, либо иностранцу будет запрещено через 5 лет дальше действовать на территории КСР. То есть этот вопрос не отвечен. Виза. Да. Потом, что это означает? Когда виза выдается инвестору, она автоматически... Тут две проблемы есть большие. Она не является разрешением на работу. И мы вот при консультации с юристами Кальковой АСС-6 пришли к выводу, что инвестор, получив инвестиционную визу, открыв предприятие и приехав на свое предприятие, будучи задержан миграционными службами или сотрудниками МВД, например. Ну или какой-то другой службы. Ему можно предъявить вполне обвинение, что он занимается трудовой деятельностью на территории КСР без разрешения на работу. То есть законодательство это позволяет, это нонсенс, потому что человек вложился, открыл компанию, и оказывается ему надо еще оформить разрешение на работу. Потом виза выдается только инвестору, но не его семье. Это приводит к таким парадоксам, что когда инвестор приезжает, получив инвестиционную визу со своей семьей, его семью выставляют и требуют, чтобы она оформила на себя бизнес-визы, туристические визы, какие-либо другие визы. Но это иногда служит фактором того, что инвестор на входе, узнав об этом обстоятельстве, уже отказывается приезжать. В связи с этим мы считаем, что это очень большая проблема, и у нас есть жалобы определенные. Мы проводили опрос, к сожалению, следует отметить, что мы несколько раз обращались ко всем нашим членам, резидентам, и просили их заполнить опросники от своей компании. К сожалению, они захотели сохранить анонимность и были достаточно обеспокоены этой инициативой, и отказались во многих случаях это делать, потому что посчитали, что это ухудшит их возможность в будущем получать какие-либо документы от госорганов. Какое предложение мы делаем, чтобы решить эту проблему? Мы предлагаем снизить инвестиционный порог, потому что даже при изучении других государств, в других странах идет 250-300 тысяч, но не 500 тысяч. То есть даже в развитых государствах суммы в Канаде и США 350-200 тысяч, при том, что у нас 500 тысяч. Есть такая сравнительная таблица по странам? Да, сравнительная таблица есть. Мы выясняли этот вопрос. Для наших контролирующих органов, чтобы зафиксировать, что 500 тысяч включены в экономику, необходимо либо отразить их в уставных документах в основном капитале, то есть в регистрационном капитале, либо указать их на открытые в Кыргызстане компании на банковском счету. Это какие нормативы? Никаких нормативов, которые это отмечают, регулируют. Это 500 тысяч. А, 500 тысяч. В положении. Да, это в положении. В положении по выдаче виз. Есть порядок выдачи инвестиционных виз. Он вывешен на портале Министерства экономики. И, к сожалению, нам недоступны до сих пор документации порядки и положения от консульского департамента МИД. И как бы, ну, в МИД сегодня, консульский департамент, есть жалобы от наших резидентов, что достаточно закрытая организация. То есть очень трудно получить информацию о нормативно-правовых актах. А внутри... А это не только порядок, а не законы? Нет, это есть законы, да. Да. Ну, каприз инвесторов в том, что они хотят видеть это на сайте департамента. Да. А почему у сайта департамента нет? На сайте департамента есть минимальная информация, то есть ссылки на... Порядок у нас. Пойду? Ну, мы, конечно, пока еще не получили подтверждение либо опровержение, но считается, что есть еще внутренний документ, регулирующий выдачу виз, который не опубликован. Нет такого? Просто документы подаются на визу, а потом там могут отказать, могут не отказать. Наш полный документ. Документов, получается, скорее всего, инвестор хочет видеть, на каком основании ему будет выданотказ. А просто документы подаем, там неизвестно, отказ или не отказ. И причина отказывает. Мы визу отказали. Мы выдаем визу на основании марс-газащихся визу. Если это письмо есть, визу никогда не отказывает. Да, автоматически не выдают. Решение не будет собраться. Но если надо, я тут визу, вы правильно перемираетесь визу и не дать. Когда она пройдет, снимается, выдача. Вот мы просим, как предлагаем, чтобы инвестиционный порог, то есть для инвестиционной визы составлял 50 тысяч долларов на 5 лет. Тогда мы имеем возможность привлечь малых и средних инвесторов в экономику страны в достаточном количестве и легко их легализовать. Также мы предлагаем, чтобы автоматически инвестиционная виза давала возможность инвестору, получившему инвестиционную визу, иметь распространение этой визы на членов его ближайшей семьи. То есть на его непосредственную супругу по паспорту и его детям, отраженным в документах. Также мы предлагаем, чтобы автоматически инвестиционная виза освобождала инвестора от необходимости получения разрешения на работу для себя. Потому что действительно у нас был как минимум один случай, который также я вынужден скрыть и не давать имена. Потому что в начале года, в феврале, в определенных органах сообщили, что у них полетела система и не принимаются заявки на разрешение на работу. То есть нет возможности внести в базу данных заявление. И соответственно инвестор, я его назову инвестор, он не вложил 500 тысяч, это правда, но он вложился в определенную сумму, меньше 500 тысяч в экономику. Он находился на своем рабочем месте и к нему приехала проверка неожиданно. Ну то есть он заявил, что он инвестор, у него затребовали разрешение на работу. Он, оказывается, заявление давал на разрешение на работу, но заявление не было еще принято и зарегистрировано в течение месяца. И в итоге он испытал очень серьезную проблему, потому что в итоге его заставили платить, выставили штраф. Он говорит, что неофициально. И они закрыли вопрос неофициально, но у него очень сильное огорчение, что он имеет фактически компанию, которая зарегистрирована, в ее уставе отражено его имя, но тем не менее ему приходится чувствовать себя нелегально пребывающим на территории. Также мы предлагаем это предложение Татьяда, и когда будет предоставлено слово, я думаю, что РЗТ более подробно расскажет, чтобы у инвестора, получившего инвестиционную визу, была возможность привлечь как минимум одного иностранца, управляющего, для управления компанией с автоматическим получением на него разрешения на работу. Почему? Потому что чаще всего инвесторы не сами управляют компанией, если они вкладываются. Инвесторы – это очень широкое понятие. И некоторые группы, большинство которых инвестируют в Крымстан, предпочитают привести с собой управляющего, который, к сожалению, не имеет характеристик высокой квалифицированной рабочей силы. Часто это бывают очень талантливые, очень эффективные в плане управления люди, но не имеющие образования. Их квалификационные навыки никак не подтверждены, но имеющие высокое доверие со стороны инвестора к ним. И вот таких людей очень трудно бывает привезти в Кыргызстан, потому что, во-первых, ему приходится давать разрешение на работу. То есть разрешение на работу управляющему директору и китайскому рабочему, который нам строит дороги по китайскому кредиту в Бомбском ущелье, например. Примерно они поставлены оба в одинаковые условия. Вот мы предлагаем, чтобы управляющему назначенным инвестором автоматически выдавалось разрешение на работу. Или был присвоен такой статус, когда не требуется разрешение на работу. Следующее по разрешению на работу. Проблематика какая? У нас сейчас на данный момент очень высокая коррупция. И я уже общался, ну, как обычно бывает. Вот ко мне приходит иностранец, он говорит, помоги мне легализоваться, помоги мне получить разрешение на работу. Хорошо, берем перечень документов. На разрешение на работу и на, кстати, вид на жительство требуется перечень до 14 документов, которые затребуются государственными органами. 14 документов, из них как минимум 2 документа уже в некоторых государствах не существует. Почему? Потому что у них есть электронные реестры, куда при рождении или при регистрации человека заводят один раз и все, и больше не используют. А это, ну, например, один из документов это свидетельство о рождении. Оказывается, свидетельство о рождении, ну, то есть, сведения о рождении записываются в реестр, в регистр населения. И все, никаких документов больше не выдается. И когда он запрашивает у своего государства дать ему выписку из реестра, ему говорят, что это не делается в его государстве. И, соответственно, он не может дать свидетельство о рождении. И единственный выход, который находится, да, это письмо от посольства его государства, если оно существует на территории Крымской Республики, в котором разъясняется, что действительно этот гражданин был рожден такого-то числа, что государство свидетельствует, что он их гражданин, ну, и так далее. Да, регистрационные данные дают. Тогда, получается, она может заменить свидетельство о рождении. Но вот, как бы, здесь еще мы столкнулись с тем, что нас отсылали, нам предлагали два варианта. Либо вы подаете документы сами, платите небольшие суммы, вот здесь они указаны, да, примерно 4 тысячи, 2 тысячи сумм. И после того, как вы заплатите эти суммы, вы будете ждать там месяц, 2 месяца, да, и мы вам потом выдадим или не выдадим. И часто, чаще всего говорят, что, ну, там, мы рассматриваем 14 дней, оказывается, мы уже закрыли лимит по выдаче разрешения на работу. Извините, все. Но когда мы, потом у нас, мы начинаем говорить, что у человека у нас работает, он экономики пользуется, делайте что-нибудь. Нас отправляют, идите к такому-то. Есть несколько лиц, которым нас отправляют, и мы, я тоже вынужден скрыть их имена, фамилии, хотя известно, да, кто. И они имеют определенный статус, они вхожи во все органы государственные, ко всем членам комиссии. Они говорят нам, доплатите столько-то, столько-то, и это не последний платеж, в процессе получения надо будет еще, возможно, столько-то, столько-то заплатить. Ну, примерно, минимально запрашивали 400 долларов, обычно запрашивают 700 долларов, а чтобы вообще все проблемы решить, моментально в течение 3-4 дней, 5000 долларов. Если вы уже сказали о том, что в вебинаре вы знаете, озвучите, а то, если вы уже, вы тоже хотите узнать, кто? Ну, на нас. Компании. Я вам объясню, почему. Почему вы? Если вы знаете информацию, озвучите, давайте мы о чем будем знать. Нам пообещали, то есть у меня есть живые инвесторы, несколько человек, и нам пообещали, что если мы какую-то жалобу дадим, то навсегда можем забыть о том, чтобы получить какие-то разрешения. Квоты закончатся, квоты на вид на жительство закончатся, и нашим инвесторам придется просто уехать. И так как... Квоты, которые будем бояться, уедет, не уедет. Есть информация, дайте МВД, дайте к суду. Я согласен с вами, я согласен с вами. А это, Анатолий, все знают и все молчат, наш друг уедет и так далее. Давайте озвучиваем. Нет, я полностью согласен с вами, эта проблема, и я согласен с тем, что это сейчас ответственность лежит на самих инвесторах, что они не борются и не жалуются. Но так как они должны принять решение, чтобы написать заявление даже в органы, то я пока не могу за них это сделать. Для озвучки какие органы, кстати? Органы? Нет, там 6 органов, комиссия. В основном все документы подаются через ГРС, в ГРС подаются. И получается, как бы, после того, как все эти неофициальные платежи сделаны, чаще всего гарантированно почти получается разрешение на работу или вид на жительство. Вот такая вот проблема. Да, и при этом требуется личное присутствие, да, чаще всего инвестора человека, он деловой человек, но ему приходится раз в 6 в среднем, в 7, тащить в этот, в различные органы, где он должен вот лично показаться специалисту, да. И нам объяснили, что рынок очень крепко охвачен с посредниками, что они только имеют эти полномочия. И я могу полной ответственности заявить, почти все вопросы вот решаются через посредников с иностранцами. Я опять повторюсь, что и пока один иностранец смело не найдется, естественно, очень трудно раскрыть всю эту цепочку, но есть практика, что когда пытаются в открытую что-то сделать, им приходится потом уезжать в простые страны. В основном вот такие вещи, как разрешение на работу, вид на жительство делается через ГРС, но эти документы нам по порядку рассматриваются такими государственными органами, как... Я не знаю, как они предоставляют эту услугу, у них стандарта нет, у них 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 нет. Спасибо за то, что вы подтвердили наше подозрение, потому что нам приходится идти в ГРС, через ГРС подавать документы. Ни разу нам не приходилось... Разрешение на работу. Нам не приходилось ни разу идти в Минмиграцию. Рассмотрим не в Минмиграцию. По разрешению на работу были, говорились, что вы не понимаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. ГРС на работу не имеет. Вид на РС, пока у нас. Но, почему вы не знаете, что вы сейчас видите. Мы хотели теперь вид на РС отдать, что бы у ней братство нет. Ну, значит, пока попытаюсь, что этот результат был у тебя, и я сказал, что это говорит, мы туда бумагу еще не видели. Теперь разрешение на работу не надо занимать, и сейчас, и видно, что у нас там. Вот универсальный отсуток выключил разрешение на привлечение иностранных рабочих сил и разрешение на работу. А вы, мне кажется, не приглашали никого? Мы приглашали. Мы приглашали. Мы приглашали. Я-то исполнил, да? Да, вот мы тоже читаем. Мы сказали, что Минмиграция, мы к ним приходили, но они нас направляли в ГРС, да, вот такое было. Это очень хорошо, что эта проблема сейчас высказана, да, официально. Следующее, вот мы хотим вот сделать предложение по решению этой проблемы. Очень достаточно много лет работает Кальковая НСАШИС, группа юристов над этим вопросом, и сегодня будет предоставлено слово. Вот мы хотим присоединиться к их предложениям тоже. Надо разработать критерии высококвалифицированной рабочей силы и по возможности как бы отменить понятие квот для неквалифицированной рабочей силы. Что это означает? Мы предлагаем полностью запретить выдачу каких-либо квот неквалифицированной рабочей силы. У нас своей неквалифицированной рабочей силы хватает. Но чтобы это не было жестко выражено, мы предлагаем сформулировать это в законе, как примерно сформулировано в Японии. То есть требование, что иностранному специалисту, иностранному рабочему наш бизнес должен платить зарплату в 3-4 раза превышающую зарплату, которую платят аналогично рабочему месту для местного специалиста. Что это означает? Это означает, что будет экономический фильтр от неквалифицированной рабочей силы. Нашим будет выгоднее нанимать бизнесменам своих наших кыргызских граждан, кыргызостранских граждан, вместо того, чтобы нанимать, например, как у нас имеет место сегодня китайцы. При этом для квалифицированной рабочей силы мы предлагаем вообще отменить квотирование. То есть, скажем, мы предлагаем, чтобы в квалифицированной рабочей силе признавались управляющие кадры в компанию иностранца, даже без образования. И специалисты, которые имеют подтвержденные патенты, научные достижения, предлагаем разработать перечень критерий. То есть, следующий момент, мы предлагаем освободить, ну, это вот юрист Калькова НС-6 предлагает освобождение от получения разрешения на работу для лиц, которые являются руководителями, руководителями исполнительного органа. Да, да. Это вот как бы из вашего письма как раз. Определить форму фиксации инвестиций. Как бы, также предлагаем освободить юридический лиц с иностранным участием, осуществляющий деятельность юридического лица за пределы Крестской Республики. Вот. И сделать так, чтобы, как бы, действительно, инвестору, который приезжает в нашу страну, начинает инвестировать, привлекает высококвалифицированную иностранную рабочую силу, было просто очень удобно с нами работать здесь. Чтобы во многих случаях, именно если у инвестора есть подтверждение, что он инвестирует в нашу экономику, чтобы все вопросы имели рекомендательный характер, да, то есть взаимодействие с госорганами. Соответственно, в любом случае, ну, для национальной безопасности требуется проверка личности инвестора, но в то же время, я думаю, что это уже следующий вопрос, это вот небольшая такая информация на будущее, да, потому что этот вопрос мы тоже в будущем собираемся его отнимать. Это в проекте электронной визы проект вырос в большую систему, которая называется система управления границами. И вот мы бы хотели, чтобы там все процедуры проверки иностранного инвестора сидели в этой системе, в силовых органах, после зеленого цвета, который они дают, да, на инвестора, чтобы больше никаких проблем у инвестора не было, чтобы мы могли его сюда притянуть, получить от него капитал и развивать, трудоустраивать наших граждан, развивать нашу экономику. Вот, спасибо за внимание, и я бы хотел, прежде чем перейти к обсуждению, дать слово РЗПК Умамат Улу, это на сегодняшний день исполнительный ректор КТИАТ, то есть это кыргызско-турецкая ассоциация, да, ассоциация. Ну, я не могу остановиться как специально, но я просто, мы проводили опросы, и там, по-моему, есть информация, что думаете, нет? Вот, основная часть, они осуществляют, что срок, визы и сумма, а в реальность не совпадает. И когда опросы решают, то они, в инвесторе, визы начинаются от 100 тысяч долларов, в инвесторе, а почему у нас такая же сумма, даже не менее, это маленькая экономика. И многие инвесторы, особенно иностранные инвесторы, это считают, что именно высокие должности компании давать своим людям, которые могут выводить, так сказать, или кто-то, они уже знают, да, это, в основном, генеральные менеджеры, это финансовые менеджеры. И при получении, разрешение на работу, они всегда столкнутся за все трудности. Это, какие трудности, конечно, за тех, которые здесь уже определенное время здесь остаются, им, как бы, они уже знают систему. А тем, которые в первый раз, они сталкиваются с большими группами от связи, и они говорят, что такая группа от системы создает условия для хороших. Потому что, которые идут туда, сюда, сюда, это так, и туда, и они, только информация будет, как вы сказали, там, все определено, закон, да, законы хорошие, но они, как бы, в реальности, естественно, разные, хорошо не работают, да. Вот вторая, здесь еще проблема, в том, что у нас нет единого масла, где можно просто пойти, там, задать, и все, там, чтобы они сами, там, давали строк, и со строком они дают, и... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И есть инвесторы, которые говорят, мы хотим поплатить взносы намного больше, но дать нам гарантию, что это будет заработать. Если инвесторы, то есть инвесторы, которые говорят, я вам в бюджет в Санкт-Петербурге, чтобы поплатить тысячи долларов, но мне дать, кажется, в 5 лет, и мне как-то это слово не будет заработать. Спасибо, Розенка Кмаза. Пожалуйста, слово будет предоставляться представителям Калько-НС-6. Здравствуйте, мне зовут Ютуб, я являюсь старшим университетом в Ильичской Санкт-Петербурге. Просто хотела добавить к тому, что было сказано, просто вопрос о... Ну, мы начали заниматься вопросом о выдаче разрешения на работу еще года два назад. И тогда мы действительно почувствовали пробелы, проблемы именно в этой процедуре по выдаче разрешения. Ну, мы оказываем услуги иностранным компаниям, в том числе помогаем им получать разрешение на работу. Действительно, вот здесь вопрос стал, кто этим занимается. Этих занимаются раньше это было Министерство службы о миграции, сейчас это Государственная служба о миграции. И мы также являемся членами управления МДС. И вот как раз-таки, года два назад, очень многие члены компании МДС, компании, которые являются членами МДС, начали обращаться в МДС и говорить о том, что даже топовым менеджерам, иностранцам, отказывали в выдаче разрешения на работу. И основным, так сказать, основанием для отказа у многих компаний, и в том числе тех компаний, которые к нам обращались, было, что наличие именно аналогичной рабочей силы в Кыргызстане. И подтверждение к тому, что есть такая равноценная рабочая сила в Кыргызстане, Государственная служба о миграции, на то время Министерство, не предоставляло. Также там в требованиях не было документа, который должна была предоставлять инвестор, компания, о том, что такая рабочая сила в Кыргызстане не существует. И вот года два назад, когда мы начали работать над этим вопросом, были, конечно, попытки действительно облегчить процедуры выдачи разрешения на работу. Конечно, мы на тот момент не затрагивали вопрос об инвестиционном виде, который сейчас только поднимается, а в уменьшении порога. Но на тот момент мы пытались упростить процедуру получения разрешения на работу, потому что это действительно была очень сложная процедура. Там очень большой перечень документов, непонятные отказы в выдаче разрешения на работу. Ну, хотелось бы также отметить, что, несмотря на то, что наша работа, если честно, не привела ни к каким результатам, сколько мы бы ни пытались, эти изменения в законодательство не были внесены. Да, были государственные агентства, не ведомства, которые эти изменения поддерживали. Они вместе с нами работали, пытались, но в итоге результата не было. Никакого нормативного права в авто об упрощении процедуры не было принято. Но хотелось бы отметить, что сейчас, вот, в 2016 году, да, действительно был период, когда Министерство государственной службы не принимало документы, но сейчас у них такая новая система, электронная система. Немного уменьшили перечень документов. Чуть стало проще, там требования к документам немного проще, и перечень сократился. Если это было раньше 2014, то сейчас, и там, вон, в России, все равно много, есть документы, какие-то, линк-трыски можно собрать. И вот, вот, на данный момент, вот, так, на тех, кто-то, на браке, которые раньше... ...вот, добивели работать с бизнес-ассоциациями, сейчас они создают рабочую группу, и в этой рабочей группе будут обсуждаться вопросы об упрощении процедуры. И надеемся, что все, что у нас... ...не соснило, все предложения, которые были предложены, там, год-полтора назад, будут поддержаны, и все-таки будут несены изменения. Но при этом, вот, то, что сегодняшний вопрос поднимает, инвестиционная виза в своей рабочей группе не будет рассматриваться, и было бы очень хорошо, и мы, конечно же, поддерживаем об уменьшении этого порога для получения инвестиционной визы. Спасибо. Я хочу, чтобы я добавлю, что не за всех, кто получает визы, работают в торговой или просто там, работают в торговой, и не за тех, но за тех, кто реально придут в межу, если он доказательствует, в грозе твоего знания, военного, да? Посмотреть, вот, статистику, да, почему граждане векистаи получают в 80% в 80%? Имеется, что такие люди, как и вас, могут делать в селеки работы, но они, как и в этой операции, на это играет, кому-то он не делает. Тогда вот, позвольте уже, как бы, запланированные выступления завершены, да, позвольте так же перейти к обсуждению. Пожалуйста, ждем комментарии от государственных органов, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, что-то поменялось, да, сейчас в порядке работы. Просим вас представиться и высказать свою точку зрения или информацию, или, может быть, замечание. Можно, да? Да. Министерство, это нам, это было государственное число. Вот, в месяц, если государственные органы, где все государственные органы, которые сейчас подбавали, они все в этом делают. Раньше было около 300, сейчас, в принципе, динамитрия. В том числе, там, здесь вот это у тебя, разрешите на работу. Ее подоставляют в государственные органы. Все государственные органы уже разработали свои стандарты, то есть, есть тех, которые у нас идут. И уже вот здесь постановление. специальники, которые они, это МВД, говорят все. Но, вот, вот, а вот, вот такая услуга, вредстве, вредстве, она у нас пока не, стандарт не разработана. Так что, вот, кто идет, получает разрешение на работу, тот, полностью имеют права запросить на стандарт государственной услуги. Стандарт государственного услуги состоит из 17 пунктов. Там есть наименование государственной услуги, полное наименование двух органов, которые предоставляют. И дальше идет на степень, кто получает их, на каком конечном результате, то есть это вот, если разрешение на работу, то есть, наверное, там будет этот, бумажка, разрешение на работу. Против информирования. То есть, прежде чем получатель этой услуги будет идти, он, у них на сайте должен оснащить этот стандарт, и чтоб, ну вот, 5 раз сюда-сюда не ходить за какими-либо документами, он может стандарт посмотреть, я вот не понимаю, на каком основании сейчас они у вас там, ну вот, требуют какой-то ответ документов из 17 пунктов на 18, и у них нет стандарта, он у них не разработан, он не запросил, кто, кто курирует вот эти, как мы, это, не все с агономикой, да, вот как бы... Мы формируем резко. А, вы формируете? Да, да, да. Мы хоть запрашивали у них, там запрашивали, а мы не только запрашивали, и вот буквально вот недели три назад мы наставили вопрос как стоить уже списком официально на имя, у нас есть недвредом с наказом, как он говорит, что он не сливает, председательом которого ездался... Да. Покажите мне стандарт вашего службы, стандарт для... Нет, а так и вот. Нет, все еще. Хорошо. Спасибо. 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 Ииии, они... Они и так смешиваются. Вот женятся на нас, потом мы частью Китая станем и все на этом. Нам это зачем? Нам надо, чтобы наше население работало. Они приносят деньги, технологии, а наши должны работать. А то, что их не работает, нам это неинтересно. Наши должны работать. Да, наши должны люди работать. Их не, зачем нам люди? У них у себя в Китае работают, здесь должны наши. Они должны там своих руководителей, деньги перевозить. технологии, оборудования, и учить наших, как работать. Мы предлагаем в этой связи именно не запрещать ввоз китайских рабочих, а поставить законодательно, как в Японии, требование, чтобы они платили втрое больше своими, чем нашим, тогда они будут заинтересованы нанимать наших, чтобы сэкономить на заработных. Да, вот это правильно. Вот это правильно, чтобы все их китайские рабочие, они были все официально зарегистрированы, вот это правильно будет. Это будет положительная дискриминация. Вроде бы мы их не дискриминируем, а наоборот заботимся о них, но на самом деле экономически это чистая дискриминация. На самом деле бизнесмен, который думает о том, чтобы заработать, будет стремиться наших нанять, а не китайцев. Больше налогов. Да. Да, они измельчают, то есть 80% меня держат, все люди, которые работают, чтобы надеяться. Работать с ацентом? Вот это с ацентом? То есть это с ацентом, подсветали, разрешили на работу. Они не не поняли. Еще, там поднимает вопрос, почему они вот пришли, там, и вот ползета, разрешили на работу, кстати, работая с ацентом, они сами оденем могут работы, они привезут к их родной, чтобы им тоже заработать. Это уже проблема, да? Да, это... Да, но у нас... Потому что вы сказали, что здесь есть... Да, но у нас в основном вот... Мы консультируем крупные компании, а вот эти мобильные забыли, они как-то снимают. Как их понять? Да, пожалуйста. Спасибо. Порядки выдачи инвестиционной визы, что необходимо, чтобы иностранный гражданин внес 500 тысяч долларов, и ему выдается на 5 лет сроком. Это да, правильно. Но прозвучала мысль о том, что следующие 5 лет, чтобы продлить эту инвестиционную визу, ему необходимо внести еще 500 тысяч долларов. Это немного недостоверная информация. В вопросах, когда иностранный инвестор обращается к нам в целью продления инвестиционной визы, они лишь предоставляют официально юридически заверенный документ о том, что на их балансе все 500 тысяч долларов, которые они вложили, до сих пор они есть. И в вопросах продления инвестиционной визы здесь, как таковых практически вопросов не возникает. Это почти что все граждане уважаемые, состоятельные, имеющие достаточно высокую деловую репутацию, их очень меньшее количество. В повседневной своей работе мы очень честно сотрудничаем с бизнес-ассоциациями, бизнес-сообществом и лично в контакте с ведущими бизнесменами. И нередко они выражают позицию о том, что необходимо сократить сумму, то есть не 500 тысяч долларов, а вниз. Вот как одним из спикеров очень правильно было отмечено, например, в Соединенных Штатах Америки, там аналогичная ситуация, как у нас. Хотя уровень экономики, вывод, оно больше населения, громадной страны, это небо и земля. Нам более желательным был пример Ватвии и Литвы и Эстонии, где действительно уровень 50, 25, 30 долларов. И этим мы способствуем, наверное, к влечению иностранных инвесторов. Но опять видите, в любой вещи есть две стороны. Палка двух концов. Тогда инвестиционная виза, она автоматически дает визу супругу, детям. Ей срок 5 лет. Вот. Создаться такое ощущение, вот, а не воспользуется ли этим, если снизить барьер, 20 тысяч долларов делать, различного рода мошенники, проходимцы. И воспользоваться всеми преимуществами инвестиционной визы. Ну, 20 тысяч долларов это все, однокомнатная кручевка сейчас, да? Вот. Поэтому в этом вопросе, наверное, необходимо детальное изучение. Но в целом мы поддерживаем бизнес и считаем, что необходимо снизить барьер. 500 тысяч это действительно громадное. А в части привлечения, просить, пожалуйста, можно я так круче, если мне вроде? В части привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Вот мы с юридической компанией Калиб очень тесно работаем, сотрудничаем. Даже, наверное, не побоимся сказать этого слова. Учерк себе. Всегда отстаивали интересы бизнеса. И одно из наших достижений, совместно с ними юристами, это вместо двух разрешений сейчас будет удаваться одно. И более того, мы добились того, что внедрить сейчас, это идет согласование по министерствам, тот, кто знаком с принятием на 8 права фактов, кто-то не понимает. Но практически он завершается, и он, скорее всего, будет принят. Внедрили институт такого понятия, как высококвалифицированный иностранный специалист, который будет получать заработную плату, соответственно, высокую, и они будут привлекаться вне квоты. Вот это, можно сказать, заслуга нашего бизнеса. И мы учли, и всегда стараемся учитывать. Ну и в принятии любого решения, я вот исходил из своей практики, я сам раньше был представителем, можно сказать, неправительственного сектора, и всегда придерживался мнения, что государство это плохо, это плохой менеджер, там сидят одни коррупционеры, одни плохие люди. Но сейчас сам работаю в государственной службе, могу сказать, что и там есть люди, которые действительно святутся о своей родине. И, конечно, неправительский сектор говорит, что все плохо, государственный орган говорит, что все хорошо, и мерила объективность, и, наверное, нам надо находиться попередине. Захманы. Задавали этот вопрос. К сожалению, на полную историю не знаем, как это произошло, но по постановлению мы выяснили, что вот это предложение звучало еще в 94-м году. В 99-м году, да, это предложение, когда еще предложалось, что-то около миллионов долларов, до трех миллионов долларов, только при положении этой суммы выдавалось для инвестиционной лидии. Но, кстати, вот, если сейчас... Ну, посмотрите по положению. А вот эта формулировка очень сильно беспокоит. Почему мы говорим, что что делать инвестору просто не будет? Там есть формулировка в положении, что не сроком на более чем 5 лет. И она может быть исполкована, но не будет, вот, органом, именно в этом направлении, в дальнейших сетях, если есть, при желании. Если бы мы хотели бы, чтобы эта формулировка была разъяснена, либо с ней была принята нормативный паулак, разъясняющий ее, да, четко, либо разъясняющий ее, да, четко, либо разъясняющий, но друг друга. Или вот. Ну, мне так кажется, что, наверное, в то время, в 1990 году, в инвестиции крупные, которые пока не слили, наверное, в это считание экономики было другое. Так, что мы�ка начали делать? Ну, вот все, абсолютно. Вот, как бы... Субтитры делал DimaTorzok 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 и там нужно защищать одесса лар порпота 5 5 5 тогда сидеть будем каждого будет они так как нечестно если мы узнали митипа озвучивать дайте мвд конторе дайте вопрос я на защиту инвестора действительно это за защиту того чтобы длинный консерван и профессионалами визу в раздарим алтарь полночь на делу по правильным бояшу вузу бараном каждый руководит ли это целый на кайлянном асиналон он образовывал омрек и китайского речи кишки кирпиде это мы все прекрасно называем надо как-то пенсионеры бороться гайки и левушкой оставить тем компаниям которые здесь, какие-то курсы проводили учебные, для гражданки и гиргизма. Как-то надо подходить, я вот каждый день принимаю документы, допустим, очень много, ну, в основном, наверное, китайцы, которые женились, уже имеют детей, мы обязаны будем иметь вид на жизнь, что давать, а потом уже сразу не могу сам. Я тоже против того. Если надо, как-то, паритетно подходить, по защите инвесторов, действительно, очень хорошая тема, но я против того, чтобы пороговая низкая стоимость была 50 тысяч долларов. Можно, вот, потом, откомментирую, между порога, да? Как говорят, это принцип, если ты спрашиваешь государство, что-то, спрашиваешь, намного не лишь, что на то-то это, да? Так, когда инвестор спускали, там, не спрашиваешь о 12%, они спрашивают 7-8%, а и так, как-то, на это на 12%. Здесь тоже реальные это, да, 50%. Это знаем, но мы идем над принципом, если мы будем 50-50, а статус остановится на 100-150. Таким принципом, я прощу. Я тоже, как бы... Очень много... Я знаю, просто это, как бы, шутбинок, у которых действительно работает китайцы, их очень много. И в парламенте у нас есть ребята, которые компаниями китайцами беруют очень много. Для них 50 тысяч это будет плохо. Они махнут, от 2 фула 200 тысяч было. Ну, ребята, цены все прекрасны. Видите, хотя бы мне поход от 50 до... минимум... Ребята, наверное, я бы делал 250 тысяч, как можно делать. Мне на канал должен предложение дать, примерно, да, там, на 150-200. Хотя бы тоже возможно, да, 50 тысяч год. Вот, очень ключевой. Вот, когда, в принципе, то, число не хотелось, не хотели найтиста... В любительстве... на то, чтобы в основном, в других drowning... Сделать 5-сотки, faireс comerciantes. А приносят более богатого из ростков, страны ЕС, США и так далее. Сделать, так сказать, 50 тысяч. Сюда более-менее проверенные реальные инвесторы. Но, к великому сожалению, закона этого не позволяла. Вот здесь вот основная загвоздка. Мы тоже патриотики, мы тоже болеем за страну, но не все. Города от Альминета, да? Да. Налево пойдешь и направо пойдешь. И как надо залоговую середину находить? Все вместе, госорганы, везде. У меня есть вопрос. Вопрос согласования тоже очень много времени занимает. Это, конечно, необходимо для основания безопасности, мы думаем. Но вот мне я приглашаю специалиста, подаю документы в ДКЕС. Раньше было две недели время согласования. Сейчас 8 дней. Мы получаем согласование, приезжает специалист, мы начинаем на него собирать, оформлять документы врачей на работу. Подаем документы на врачей на работу, там, соответственно, проходит тоже согласование. Тоже 10 дней, две недели. После того, как мы получаем разрешение, подаем документы на продление визы в ГРС. Отсюда тоже идет согласование в течение 10 дней. В месяц мы три раза проходим и согласование. Есть ли смысл, вот после разрешения на работу, еще 10 дней ждать вот это согласование? Здесь я о чем хочу сказать. Пока человек получает визу, приедет, получает разрешение на работу, проходит его месяц, который мы получили первоначальный визу. Для этого мы должны подавать за 10 дней документы в АВИР, чтобы продлить визу после разрешения нарабатывающегося на согласование. Если мы опоздаем, мы оплачиваем 10 тысяч, по-моему, сейчас стал страт. Вот этот, на месяц продлевая, чтобы за месяц продлить, тоже мы подаем за 10 дней на согласование документа. В течение этого 10 дней я получаю и разрешение на работу у меня на руках, и все, как бы, официальные документы, человек, который уже может находиться, работать здесь, я должен ждать вторую визу. У него, у него, получается, наложение, я получаю сегодня разрешение, у него на месяц визу, сегодня 30 апреля, допустим, я 2 апреля, мая получаю разрешение на работу, и у меня целый месяц есть наложение вот этой визы дали. И у нас от получения, от прибытия этого работника за границу к нам, проходит до получения, допустим, визы годовую, от 2 недель до 2 месяцев. Потому что всякие есть моменты, в том же миграции, очень много вопросов для миграции, тоже здесь было их, нету специалистов, представителей. Потому что, как бы, вот этот, мы не знаем, насчет времени, как нам быть, мы получим то ли за 2 недели, то ли за 2 месяца. Ему вот этот, постоянные, частые согласования, нас ставит тупик. У нас визы, там визы на визу же лежат в руках. Как бы нам это, по поводу согласования, нет ли возможности после разрешения на работу, получать, допустим, сразу за 1 день визу в ГРИЕС. Есть смысл, 3 раза проходить согласование. Я отвечаю, например, по разрешению на работу, как выдается документами, естественно, в виде визу в МИТОМАТО, что это было в миграции, на миграции, на миграции, на миграции. По определению визу. Согласно 156-го, как минимум, и проведения в 1929-го года, в порядке оформления, там все приятно подгонят в категории виз. Би-1, Би-2, Би-1 это стороны по белым, как говорится написано, принимают за числительным ГРФ. Би-2 это категория ДКР, неизвестные листья. Те иностранные граждане, которые приезжают на симпозиумы, на конферсы, так далее, так далее. Те иностранные граждане, которые получают категорию Би-1, это те, которые приехали в соглашение делать, предоставиваться, так далее. Согласно этому постановлению, мы имеем право после получения иностранных граждан на первичную визу заезжать на территорию визы, мы продлеваем их импозиумы. Раньше, как вы помните, мы могли у себя продлевать месячные визы, на месте пребывания, и занимались мы вырученные визы на территорию. Тогда было у нас соглашение с ВИЗКМБ о том, чтобы типы бумаг, кайбра, с ними вместе согласовывать эти визы, и тяги ВИЗКММ нам от этого осталось. И есть цель обстановки визы. Я считаю, это правильно. Потому что даже все благоболучные страны Европы, которым у нас упрощенный визовый режим был, сейчас мы внедрили 45 стран визовый режим, это все скажется на нашей территории. И вот эти согласования, да, я считаю, это бюрократия, но и сотрудникам ВИЗКММ не дадут соврать, им важно, где он находит, супернаставный гражданин. Действительно, они дают, ваша компания дает им, ваше движение, компания дает 5-й адрес, где он находится. В один адрес прописывается по 200 человек. Такое не должно быть. И десятка бедная мучается и ищет их. Я просто в плане безопасности говорю. А в бюрократии, действительно, я согласен тому, что приехал иностранный гражданин, и согласно постановлению в районе, допустим, по выжать разрешения на гражданин, то есть они упираются в течение месяца, чтобы они поехали проверить компанию, действительно компания живая и так далее, и так далее, то выдавали это по сопротивлению. Тогда вторичное, допустим, собакам не нужно было. У нас, говоря, в бюрократии, вы выбираете гражданин, кое-что он оставил. Вот, в смысле, мы просто говорим. Действительно. А кто, кто получил разрешение на работу, это должно просто попробовать. Я с тобой поставил. Действительно, есть истинные установления, они не нужны. Если до этого наши гражданин-долго мы просмотрели, проверили, дали разрешение на работу годовую, пожалуйста, заверите, здесь работайте. Дальше уже контролируешь он, он не стоит. За 10 лет нашей работы ни разу мы не получали отказ от ГКИМБ после того, как гражданин получил на работу. Однозначный положительный ответ. Потому что до этого он два раза запрошел. Мы теряем просто 10 дней. Ну, с чего, скорее всего, наверное, я говорю, когда вы получили ГКИМБ, я знаю, что проблема тоже. Если она единственная ваша компания, она же приглашала, она же продлевала, она же получила разрешение на работу, единственное. Многие инвесторы, не инвесторы, а мелкие инвесторы, которые 50-50, заезжают сюда, через 50-50, заезжают сюда, через 50-50 на рынок, делают это. Иглашают одна компания, потом продлевают по второй компании, запущают третью компанию, потом уже все пришли, по средней федерации, цепеечку дали. А потом уже разрешение получать на четвертую компанию, и потом уже приходят, когда к вам согласовывают, они в стране риски, и у нас по базе здания они проходят, что они через три компании уже визу собирают. Это такое бессмассаживание. Есть такое же соглашение с этой, с этой, с этой компанией. Ну, поэтому, допустим, в системе ДРН мы сейчас убрали это все, чтобы иметь те компании, которые получают первичную визу, допустим, через ДТС, они же и приходят. Вот последний проект, в этом проекте, есть несколько моментов, которые действительно нас устраивает, нам нравится. Кто приглашал, пусть он до конца, до получения разрешения на работу, если он через год, это одна компания была. Одна компания была. А то получают первички. Этот понравился, пошли к другу, пять копеек заплатили, не понравился, поругался, все понравилось. Вот он, с удовольствием, только в плане безопасности. Еще у меня один вопрос. С разрешением, после получения разрешения на работу, можно и пробить через такие стопы? Да, есть все самые переградные институты, которые визы, визы, визы. А разве, визы, визы, визы. Модератор, можно будет попросить вас, если можно по формату, обслуживание, обещаем, а адресный вопрос можно обратить. Да, можно обратить. Да, он не высказал, что он не высказал. Если у вас есть замечания, предложения, пожалуйста, выскажитесь, представьтесь. И когда, наверное, делаем круг, да, и на этом, я понимаю, у всех дела совершим, мы рассчитывали на частную, тема такая очень важная. Много. 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 Если вдруг, да, какое предложение не пройдет, хотя бы как альтернатива, чтобы не получать разрешение на работу каждый год. То есть, институционная виза выдается на 5 лет, соответственно, разрешение на работу только на 5 лет. Это не такая здравствуйте, которая собирается на 5 лет, но разрешение почему-то мы берем каждый год. То есть, ну, тоже такой вопрос, да, нету какого-то соответствия, почему так, вопрос. Еще есть, к сожалению, здесь нет представителей для отмечения в Денинградске, но вопрос, выдается разрешение на должность, то есть не человеку. То есть, насколько это, вот кто-то сталкивался с этим, например, у нас руководитель лучше раздвинает, через то, допустим, с одной должностью на другую, мы опять должны подавать документы на разрешение, именно на эту должность, которую человек уже получил разрешение. То есть, если человек тоже имеет доступ, то, допустим, они вроде бы казалось, где мелкие моменты, но если мы столкнемся каждый день, мы действительно подсоединяем с работы, отвлекаемся. То есть, если человек получил разрешение на работу в одной организации, ну, допустим, для разных организаций может быть дальний смысл, но если в одной организации, то это можно будет где-то отмечать. Мы подготовим сейчас, вот как будет здесь работа. Мы подготовим письмо президенту Президенту Проколкованской палаты, у нас по положению комитета это так. Президент Проколкованской палаты адресует письмо по премьер-министру, и мы еще раз попросим, то есть, создать рабочую группу и вносить изменения. Разрешение вы проводите на миграцию с РДС, но пока еще не увидите работы, если бы ее уходило. Пожалуйста, у кого есть еще очень важный комментарий МИДа, потому что у нас вот на предыдущей встрече, мы, к сожалению, от вас представители не приходили. Пожалуйста, вот разъясните. Пожалуйста, вы в презентации затронули вопрос электронной визы. Да, действительно было принято решение, что это такое изменение электронной визы. Министерством и другими госорганами была проделана работа, это вот понятие электронной визы, то есть, как-то, или изменение дополнения в некоторые нормативные документы. И на данном этапе, у меня коллеги предыдущие озвучили, у нас создана независимая рабочая группа, где готовится ряд проектов, ряд на нормативные правовые документы, в том числе и законы внешней миграции, и сам порядок оформленной выдации. И постепенно, то есть, вы, наверное, знаете, закон, подзаконные акции, это все, у нас сейчас работа, группа работает. Первый проект мы уже создали в Удале, еще года, сейчас были инстинные предложения, там замечания, рабочая группа продолжает свою работу. И, вы, наверное, знаете, да, что у нас в прошлом году образовывалось Центр электронного управления при правительстве, предлагая это предложено, что в текущем году будет внедрение СУМ, или единственная мысль-мачная миграция, здесь также сидит выдача электронных виз, один из партнеградов, и работа она ведется. В частности, инвестиционные визы, многие предлагают снизить порог, да, уменьшить, но это должны обсудить, в законе и в порядке так точно сумма оговорена, что такая сумма должна быть. Но не налично принимать движения, если в сторону безопасности, то есть надо учесть, что это движение визы, в процессе. Добавлю, я представляю, что в промышленной системе у нас стоит здесь более 20 потоксов, то есть это различные отрасли, но мы основной опыт делаем на промышленной, потому что такая работа идет, мы говорим, что сегодня же тема посвящена инвестиционному, да, инвестиционному проблемам. Вот, и мы как-то к этому относимся так вот немножко градатко. Я, ну, лично считаю, может быть моя точка неправильная, но те, скажем, иностранные граждане, которые приезжают на Дордоль и торгуют свои продукты, это не инвестор. Это люди, которые нашли себе рабочее место и торгуют у нас, они находят у нас рабочее место, это мигранты. Вот, инвесторы это те, кто приезжает и организует здесь какие-то предприятия, крупные, средние, производство, особенно производство, потому что все наши предприятия, которые были все время построены, так далее, вот многие города, вот Балчаев, это все лотный проект, там больше десятка предприятий просто стоят. Прекрасная инфраструктура, в то время они были приватизированы и, так сказать, хозяева не знают, что делать. И в этот момент, значит, они говорят, вот привезите нам инвестора, что-то такое. У нас есть официальное представительство нашего союза в Китае, поэтому с Китаем прям, это не родственники, у нас месяц приезжает по несколько делегаций, вот, если там с точки зрения безопасности говорить, у нас даже есть подтверждение, что половина из приезжающих, все какие-нибудь разведчики, бывшие там сотрудники и так далее, но тем не менее мы со всеми ими разговариваем. Сначала они у нас в представительстве очень большую работу проводят ребята, вот, потому что мы должны там раскрыть, что они хотят, как хотят. Мы их приглашаем сюда в качестве либо партнеров, либо инвесторов, вот, и мы еще являемся, как бы, учредителем делового совета ЕС, вот, поезд, и их очень интересует возможность выхода, скажем, там, они там в очереди стоят в Москве где-нибудь, там все хотят и сюда не пускают, они пытаются там через нас, там, если возможно какие-то проекты. Мы вот с РСПП очень тесно работаем, мы с РСПП, с регионами работаем, мы, как бы, тоже пытаемся там привлечь их в качестве партнеров и организовать здесь какие-то производства. И у нас основные требования какие? Это то, что если в качестве там производства, то не менее там 30% локализации производства, не то, что, чтобы привезли, делившую точку открыли, что-то продавать, а начинать там, например, с какой-то отвертки и дальше, дальше что-то производить, там, тоже мяски, завод там, светодиодных, там, может, приедут, что хотят, мы с удовольствием там организовали производство этого изделия здесь. То есть это все очень актуально, любое производство, которое проезжает в Казахстан, это очень актуально для нас. Вот. И у нас немножко такая схема, немножко, может быть, я поделюсь с вами, но мы с ними работаем так, вот, особенно с 5 партнерами, это там, зона Риска, там, Астан, Пакистан и так далее. Мы предлагаем создавать здесь, на территории Казахстана юридические лица, юридическое лицо, которое будет заниматься выполнением того или иного проекта, вот. И при этом используются возможности, предположим, с той стороны, как учредители, это обычно финансовое, это обычно привозят дальше технологии, и привозятся, естественно, специалисты, которые должны осуществлять это производство. Естественно, у нас не хватает здесь специалистов, в любой отрасли, сейчас вот в какой отрасли не возьмем, это везде проблема. Вот. С нашей стороны мы представляем, из членов нашей ассоциации есть там предприятия, там очень много предприятий, которые готовы предоставить свои территории, инфраструктуру, и по возможности тех специалистов, которые есть. И мы ставим условия такие, что, положим, когда организуется это предприятие, начинается реализация проекта, чтобы не менее там, чтобы не более 30% было иностранного присутствия здесь. Это потому, что уже все об этом знают, уже сто раз говорили, мы объясняем им, ребята, если вы сейчас туда приведете 70 своих и 30 наших, получится здесь вообще непонятно, что у нас и так своей рабочей силы хватает, которая по территории СНГ там работает на территории Казахстана и России. И в принципе, если такие серьезные компании, они действительно согласны. И плюс к этому, вот у нас есть комитет развития человеческих ресурсов, и они дальше, вот мы предлагаем им, предположим, тех специалистов, которых не хватает, чтобы на начальном этапе, предположим, пришли их специалисты, но пошло дальнейшее обучение наших специалистов. Это очень большая проблема, вот, поэтому вот, также один из членов нашего союза, это Ассоциация простых образований, мы их пригласили, и будучи еще, когда мы работали на тяжмаже, уже был такой опыт, когда мы брали там 70-80 студентов простых образований, они приходили, работали на заводе, и из них сейчас на сегодняшний день где-то порядка 20 человек трудоустроенных, которые отучились, научились там, на станках работать там, и работают, не обязательно прямо на заводе, но где-то работают. Это тоже считается уже квалифицированной работой от силы. И, например, в России где-то там, они вообще задание правительства, там, постановление разработать 780 квалификаций именно рабочих специальностей, потому что это такая проблематичная вещь. И вот, когда вот мы дальше сталкиваемся, там, работаем с регионами, скажем, Орловской области и так далее, там какие-то предприятия, и, значит, китайцы предлагают свою помощь туда, там они тоже относятся довольно жестко к этой позиции. А какое количество, какое присутствие, и я не считаю, что вот здесь, конечно, вот эти, это нюансы, да, там 10 дней, там 50 тысяч и так далее, это очень важный момент, но я думаю, что свои интересы мы в любом случае должны соблюдать и ориентироваться не на тех, кто вот приехал там и где-то там что-то делает, там торгует, такая, а на тех, кто действительно приводит сюда технологии, приводит какие-то большие проекты, и с ними, как правило, вот таких проблем особых не возникает, они идут, они законопослушные, вот, и когда мы говорим, что у нас вот такие вот такие законы приняты и так далее, они все это соблюдаются, поэтому мы с департаментом конкурсской службы работаем, когда они приезжают, для начала даем визы, они изучают, потому что прежде чем что-то делать, они очень тщательно изучают, там 3-4 раза минимум приезжают, прежде чем они ходят до того, что наши законы листают, и каким образом все это делать, потому что Китай большой, вот нам кажется, Казахстан, вот, когда в Китай приезжаешь, они Казахстан вообще не знают, и мы им раскрываем, вот, наше представительство, для чего нужно, мы его с таким трудом, полгода мы его открывали, пока китайцы разрешили, вот, у нас в представительстве есть только торгово-промышленная палата, Дамит, по-моему, уж никого нет представительства в Китае, и вот они, мы им рассказываем про нас, там, презентации, буклеты, и вот они так заинтересуют, и мы их, как бы, в то же время, может быть, некрасиво это, но мы их завлекаем тем, что, вот мы деловой совет, вот мы ЕС, у нас вот такой рынок, не только с Казахстан, и так далее, приезжайте, организуйте, и так далее, в этом отношении я просто скажу, что это информативно. Спасибо. Но мы потом, о чем также боимся их, да, есть какой-то страх в стране перед китайцами, поэтому пытаемся ограничивать их. Ну, я считаю, это обоснованно. Обоснованно. Если я не ошибаюсь, вы подтвердите, да, вот, что до 90-х годов, 90-х годов, был специальный отдел, который занимался в службе именно китайским вопросом, а потом, ввиду всяких организаций, эти вопросы отошли, и мы сейчас имеем то, что имеем. И вот по Дурдой, вы говорите, у меня жена на Дурдой много лет торговала, в свое время там торговцы выходили и пикетировали, что не пускайте туда китайцев, а тем не менее они продавили через посольство. И сейчас зайдешь там, и они сидят, видите, свои фолбой, что там играют, там очень много писают. Я считаю, что это не вполне так правильно. Тогда, уже подходя к завершению, да, сегодняшней встречи, хотелось бы узнать, есть ли у кого действительно тоже комментарии, вот, к сегодняшним выдвигаем вопросам, предложениям, поправки. Нет, тогда разрешите тогда завершить, да, сегодняшнее собрание. Спасибо, что вы подошли, что вы уделили время, потратили это время. Спасибо за ваши комментарии, высказанные. Мы будем составлять протоколы, с учетом ваших комментариев тоже будем подготавливать предложения правительству, да, то есть через нашего президента, президента торгово-промышленной палаты, мы будем подавать письмо с просьбой и инициировать, еще раз форсировать этот вопрос, и насколько возможно сделать более удобные условия для инвесторов. Продолжение следует...